Прикосновение ветра Прикосновение ветра это экспериментальный фильм, экспериментальный в разных смыслах. Во-первых, потому что у нас очень молодая команда и многие дебютанты, в том числе режиссер-постановщик. А во-вторых, это совмещение игрового и документального кино необычным образом. А в-третьих, конечно, очень важно, что мы его снимали в Бурятии. Это юго-восточный регион России, очень далеко от Москвы. И этот регион считается центром буддизма России. Там не только буддизм, но буддизм там развит очень сильно. И мы снимали в Улан-Удэ, мы снимали в Ивалгинском дацане, который является центром буддизма. Мы снимали в Баргузинском дацане, мы были на Байкале. И у нас, у всей группы была возможность все это увидеть. А у зрителей возможность есть увидеть, как мы это все увидели. Потому что наши съемки снимали документальной камерой. И в фильм входят документальные съемки тоже. Наша режиссер Ольга Веремеева, она очень долго ввела работу над этим проектом. И у нее было много знакомств и связей среди буддистского сообщества. Ей доверяли. И поэтому нам разрешили снимать практически все, что мы хотели. За исключением Хамбала Мэйтигелова. Это такая святыня, которая находится в Валгинском дацане. И его снимать нельзя было. Все остальное нам было разрешено. Нас немного контролировали, но ничего не запрещали. Ну, эта идея пришла режиссеру Ольге, потому что она много лет была в Бурятии. Она осознала, что не только написанную ей историю интересно зрителям будет смотреть, но и реально, что там происходит. Потому что регион очень интересный. И было очень много импровизаций и очень много реальных каких-то с нами событий, которые вошли в фильм. У нас не было ощущения, что мы приехали в какой-то отдельный регион, значит, отдельную страну. У нас было ощущение, что мы приехали именно в регион России. И там много разных религий. И буддизм не основное. Что касается вот этой фразы Юлии, это ее фраза, это не фраза, сценария. Она действительно так себя там почувствовала. Но отчасти это было задумано, потому что мы подбирали актрису, которая не будет свято верить во все, что она видит, а будет чувствовать себя как бы инородным существом в этом месте. И действительно она проходит какой-то путь. И актриса игровая, и реально сама Юля Алк. И потом начинает понимать чуть больше про нее, и чуть больше чувствовать себя общенно с этой культурой. Мы никакого отношения не имеем к этой культуре. Никакого. Ничего не знаем, мы ничего не понимаем. И с чем-то приходим еще и совет просить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова